Приветствую вас, Сергей, а правда заключается в том, что никак, вам никак не донести до своей девушки, что вам стоит тяжело. Нет, она не чертвая, нет, ей, в общем-то, не означает, что она бесчувственная, просто люди реагируют на обман, вот так, и проблема, где загнижается, не в самом обмане, как таковом, даже, а в том, что вам из-за этого нельзя доверять, теперь, ну, как думает девочка, по крайней мере, понимаете, какая штука, и чтобы показать, что вам можно доверять, желательно откатить ваше общение несколько назад и начать его, как бы, не заново, а с той формы взаимодействия, которая была бы удобно, приятно, комфортно девушке. То есть, чтобы она не испытывала какого-либо давления, например, на себя с вашей стороны. То есть, это может быть предложение дружбы, это может быть предложение просто общаться, то есть, просто, чтобы был какой-то контакт, сейчас она все равно находится на взводе, сейчас она все равно находится на пике эмоций, сейчас вы ее не успокоите, а если даже не успокоить, если даже и убедить, то все равно потом потребуется снова и снова ее убеждать, ну, потому что она будет сомневаться. От этого никуда не идет, к сожалению. Вот. И параллельно, параллельно, параллельно с этим вам очень желательно рассмотреть то, почему вы все-таки обманывали. То есть, вот, как вас, грубо говоря, задевало, 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 задевало тот факт, что вы работаете на сроке. То есть, почему вам было стыдно за то, что вы работаете на сроке. Именно стыдно. Ведь речь идет именно о том, что вам было стыдно. Речь идет именно об этом. О том, что вам стыдно. Я думаю, что с чувством стыда можно работать, чтобы вы, условно говоря, были более свободны. Ну, в своем поведении, в своей позиции, да, в том, как вы ведете себя, в том, как вы представляетесь другим людям, в частности, девушке. Вот. И, соответственно, только вот тогда, только тогда можно будет говорить о том, что, ну, ваше отношение, к примеру. Да, ваше отношение. Можно вернуть. Вот. То есть, только так. Только в таком контексте можно об этом говорить. Ни в каком другом контексте не получит. Только в таком. То, что вы сделали... Да нет, это не критично. Это не критично. Да, это неприятно. Да, это не очень хорошо. Но это не критично. И то, что девушка иногда отреагировала так, вот как она отреагировала, ну, скорее всего, скорее всего, скорее всего. Это значит, что вы ей особо дороги не были. Ну, если она готова отказаться от вас так быстро, так резко, так полно. Понимает. То есть, я вот, я думаю так. Я думаю так. Я понимаю, что вам это, скорее всего, неприятно будет. То есть, я отдаю себе отчет в том, что вам неприятно будет. Такие вещи вероятны. Вероятно, что вам неприятно. Вот. Но лучше, конечно, все-таки правду видеть. То есть, я вас не оправдываю, я вас не оправдываю. Да. Я не считаю, что вы поступили хорошо. Я не считаю, что вы поступили правильно. Но и ничего критичного вы не сделали. Другой вопрос, как вас это задевает? Как вас задевает то, что вы не навели с родителем? Другой вопрос. Видите, что девушка очень, очень сильно зависит от мнения, других людей. То есть, команда очень сильно зависит от мнения окружающих людей. И вот это является, конечно, проблемой. очень сильно зависит от мнения окружающих людей. Потому что человек не уверен в себе. Если человек не уверен в себе, что устраивать с ним отношения, ну, крайне-крайне тяжело, крайне сложно. С чем, собственно, вы их столкнули? Да? По факту. Поэтому, я думаю, вам нужно проанализировать свои отношения с девочкой. Во-первых. Увидеть, насколько она была искренне к вам. То есть, за что боролись-то. Это первое. Второе. Определиться со стратегией своего поведения по отношению к ней. Что это не такую наиболее, ну, наиболее нейтральную, наиболее проигрышную позицию по отношению к ней. Опять же. И, после этого, разобраться в себе. Чтобы не было такого, что, ну, что, вы чего-то стыдитесь и так далее. Сам, что стыд, он, ну, проявится, да. То есть, если вы вот сейчас, допустим, понимаете, что, ну, застыдиться, застыдиться там, нечего особого. Вот. Если вы сейчас это понимаете, если вы сейчас отдаете себе вот этот матчет, то в дальнейшем это все равно проявится. Это все равно дастся себе знать, так или иначе. И с этим нужно будет тоже что-то делать. Вот. Параллельно я предлагаю посмотреть на то, для чего вам отношения с девочкой. То есть, почему вы так сильно хотите донести до нее что-то. Мне кажется, что, на это нужно, ну, на эту тему тоже, нужно подумать. Вот. И следим разобраться с Сергеем. Вот так. Такой ответ, примерно, я думаю, вам можно дать. На этом все. Я надеюсь, что помог вам. Если понравился мой ответ, буду благодарен за его оценку в качестве лучшего. А я вам желаю всего самого доброго, удачи и надеюсь, что ваша ситуация разрешится. До свидания. До свидания. До свидания. До свидания. Продолжение следует...